Сразу несколько вопросов удалось решить на личном приеме губернатора Алексея Русских. Так, жители села Сеуч Маенского района рискуют остаться без тепла. В прошлом году в село провели газопровод. В этом году 58 семей подали документы и сдали деньги на подключение своих домов к голубому топливу. Однако на дворе октябрь, а тепла так и нет. А тут пошел слух, что газа не будет в этом году совсем. А люди залезли в долги, кто в долги, кто в кредиты. Значит, сломали печки, потопки. У меня самого дома котел на дровах, которые работают. Я его демонтировал, так как там система топлива переделана была. Вот, сейчас я котел все поставил, поставил, значит, а газа нет. И тут пошел слух, что чуть ли не перелось на 25-й год. В селе проживает 150 человек. Их заверили, в беде не оставят. Все строительно-монтажные работы на объекте уже завершили. В Министерстве энергетики обещали пустить газ в дома до 30 ноября. В 30 ноября уже довольно-таки холодно. Давайте примем меры, чтобы в домах было тепло. Пытали меры электрические обогреватели посмотреть, чем помочь. Тогда 1 декабря я приеду на пуск газа. Вы, пожалуйста, поактивнее каждый день на контроле. Также к губернатору обратились жители нескольких сел Чердоклинского района с просьбой отремонтировать дорогу Чердоклы, Новый Белый Яр, Вислое-Дубрава. Ее протяженность 56 километров. В этом году за счет дополнительных бюджетных средств завершается ямочный ремонт. В следующем сезоне начнется капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Постараемся максимально ее привести в состояние, чтобы можно было более-менее ездить. А после того, как я лично приеду, подумал вообще, что с ней делать. А жительница села Вышки Ульяновского района Ольга Зубова обратилась к главе региона с просьбой открыть медицинский пункт. Сейчас жители ездят в соседние унтры в дневной стационар и больницу. ФАП решено организовать в неиспользующихся помещениях школы. На следующий год в бюджете мы планируем заложить средства на капитальный ремонт. Я так понимаю, что где-то к осени 2022 года у нас заработает полноценный ФАП. А пока на работу приняли фельдшера, который обслуживает население на дому. Также с ноября раз в неделю в село будет приезжать передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Последним вопросом стало аварийное состояние детских площадок в железнодорожном районе Ульяновска. Жители нескольких домов по улице Гая и Державина просят установить детскую площадку во дворе. Ее обещали обновить уже в ноябре. Анна Тищенко, Управда ТВ.